Вести Карачаева, Черкесия Руководитель региона принял участие в заседании Государственного совета, посвященного вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. Путин отметил, что молодых людей в стране порядка 40 миллионов человек, их таланты и достижения в самых разных сферах будут прямо влиять на развитие России, а их устремления и помыслы, понимание Отечества к значимости его тысячелетней политики. Истории, ценности и традиции преданности Родине, конечно, будут определять ее будущее. Президент призвал в работе с молодежью действовать тонко и деликатно. Нужно полностью исключить формализм и казенщину четко слышать запросы ребят. Учитывать, что российская молодежь многонациональная, представляет различные конфессии. Президент также поручил главам регионов оказать всестороннюю поддержку движению первых. Это всероссийское движение детей и молодежи, отметив, что название выбрано удачно. Глава Карачао-Чикеси Рашид Тимрезов в Кремле принял участие в акции «Елка желаний». Руководитель региона снял несколько шаров, где указаны заветные мечты детей. Девочка Мария из Донецкой Народной Республики мечтает о кукле «Риборн». Александр из соседнего Старопольского края загадал радиоуправляемый танк, а Тимирлан из Карачао-Чикеси попросил детский планшет. Это замечательная новогодняя традиция, которая помогает верить в чудо тем, кому сейчас это особенно необходимо. Все их пожелания непременно исполню в ближайшие дни, написал Рашид Тимрезов в своем официальном телеграм-канале. Спортивная школа есть, а здания для тренировок у спортсменов нет. Эту проблему борцов-вольников Тиберды озвучили на прямой линии с Рашидом Тимрезовым. Глава республики пообещал, что в скором времени вопрос со строительством ФОКа в Тиберде будет решен. Город Тиберда заслуживает. Это курортный, красивый город. Город-курорт на самом деле. Я думаю, что Министерство спорта Карачао-Черкесской республики проведет работу. И если не в 2023 году, то в 2024 году мы обязательно приступим. За один год мы его построим. Величина прожиточного минимума в Карачао-Черкесе на 2023 год установлена в размере 13 225 рублей на душу населения, что на 14,8% больше, чем в этом году. Прожиточный минимум для трудоспособного населения республики составит 14 415 рублей. Пенсионеров 11 374 рубля и для детей 13 637 рублей. С прошлого года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране. Министерство труда и социального развития республики прокомментировало обращение многодетной мамы из Усть-Жигутинского района, которое попросило главу региона Рашида Тимрезова в ходе его традиционного общения с земляками в прямом эфире республиканских телеканалов установить фиксированную дату ежемесячных детских выплат. Информацию комментирует руководитель ведомства Руслан Шаков. В соответствии с поручением главы Карачао-Черкесской республики Рашида Бразбевича Тимрезова все выплаты осуществляются в соответствии с нормативно-правовыми актами в течение месяца без задержек и задолженности. Я хотел бы довести до всех мамочек. Ни в одном субъекте на сегодняшний день фиксировано даты назначения. Выплат нет. Специально я сегодня еще раз, очередной раз обратился к своим коллегам-министрам соседних субъектов, к министру республики Адыгея, Ставропольского края, к абразделям Балкарии и Северной Осетии. Они тоже подтвердили, что, к сожалению, несмотря на многочисленные обращения, установить одну дату назначения и отчувление выплат не получается. К примеру, Адыгея платит к 25 числу, Осетия к 22, Кабардино-Балкарская республика с 10 числа текущего месяца до последнего дня месяца. Что касается текущей выплаты за декабрь, я хотел бы успокоить всех мамочек. Вся необходимая работа в настоящее время ведется. Мы считаем, что до конца недели все получатели получат оставшиеся выплаты. В республике будет создан Центр оптимизации государственных и муниципальных услуг. Соответствующий проект постановления поддержали на составшемся заседании регионального правительства. Центр будет предоставлять 24 часа в сутки 7 дней в неделю абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан. Это позволит не только полностью перевести большинство услуг в электронный вид, но и способствовать сокращению сроков предоставления услуг как минимум в три раза. До конца следующего года в Кратчай-Черкесе в электронный вид будут переведены порядка 90 услуг. Напомним, еще в позапрошлом году президент страны поручил правительству обеспечить к 1 января 2023 года перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предусмотрев соответствующие изменения в национальных проектах. В мае прошлого года было поручено обеспечить поэтапный переход до конца 2023 года к предоставлению 24 часа в сутки 7 дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан, в том числе в МФЦ. С 1 января грядущего года в республике стартует программа расширенного неонатального скрининга. Программа позволит диагностировать около 40 врожденных наследственных заболеваний. Кратчай-Черкесе закреплена за Краевой клинической больницей номер один имени профессора Ачаповского Краснодара. Анализы будут направляться без участия родителей. При этом все положительные результаты будут проходить дополнительное подтверждение в медико-генетическом научном центре имени Бачкова в Москве. Такая двухступенчатая система позволит обеспечить достоверность результата скрининга и в случае выявления заболевания вовремя начать лечение. Газпром газораспределения Черкесск на 99% выполнил мероприятия по догазификации, предусмотренные планом-графиком на 2021 и 2022 годы. От жителей региона поступили 3299 заявок на подключение к сетям газоснабжения. Газопроводы построены до границы 2776 домовладений, из них 1152 фактически пользуются газом. Напомним, в регионе по решению руководителей республики газ от границ земельного участка до домовладения будет проводиться за счет местных властей и газовой компании. Газовики рассчитывают, что строительство всех запланированных в этом году объектов будет завершено до конца декабря. Одновременно с этим специалисты приступили к реализации планов на следующий год. По поручению главы Корчаича Кейс Рашида Тимрезова, наша республика продолжает централизованно формировать дополнительную помощь для нужд военнослужащих, мобилизованных от республики. В рамках работы оперативного штаба, созданного по поручению главы, к нашим бойцам отправлен особый груз, собранный и приобретенный при участии депутата Государственной Думы Джашир Бека Узденова. В него вошло необходимое военнослужащим дополнительное тактическое оборудование и снаряжение, а еще вместе с этим грузом наши земляки получат письма и открытки, написанные детьми Корчаича Кейси. Об этом рассказал руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Руслан Джамбаев. Груз мы отправляем в рамках работы оперативного штаба, который был создан по поручению главы республики Рашида Борисовича Тимрезова. Данный груз сформирован по личной инициативе нашего депутата Государственной Думы Джашир Бека Борисовича Узденова. Сегодня мы передаем нашим бойцам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, 5 тепловизоров, 5 тепловых пушек и 7 бензопил, которые сегодня так нужны нашим бойцам на передовой. Также вместе с этим грузом мы передадим открытки и письма, которые написали юные жители нашей республики. Эта работа будет продолжаться. Те потребности, которые сегодня есть у наших бойцов, они будут своевременно закрываться в рамках работы нашего штаба. Министерство внутренних дел по Карачаевской кейсе запустило работу по формированию нового состава ведомственного общественного совета. Напомним, в соответствии с указом президента страны об общественных советах при МВД России, при региональном ведомстве создан и действует общественный совет, срок полномочий которого истекает в марте следующего года. Тему продолжит Евгения Узденова, начальника отделения информации и общественных связей МВД Республики. Желающим войти в состав общественного совета при МВД ПКЧР необходимо в срок до 28 декабря 2022 года направить заявки с приложением заявления, анкеты, автобиографии и соглашения на обработку персональных данных через официальную форму обращений на сайте МВД ПКЧР. Перед подачей заявления необходимо ознакомиться с положением об общественном совете, о порядке вступления в общественный совет и скачать бланки для заполнения, которые вы найдете на официальном сайте МВД ПКЧР в разделе «Общественный совет». Задать уточняющие вопросы вы можете по телефону 8 878 2 29 23 36. В Управлении Росреестра по Корчаевске остался традиционный пресс-завтрак руководителя управления Аминат Батчаевой с журналистами республиканских СМИ. В ходе общения обсуждены предварительные итоги деятельности управления в сфере земли и недвижимости в этом году. Вместе с тем озвучены и новшества в системе регистрации изменений в законодательстве. С нами была проведена совместно с кадастровой палатой Корчаево-Черкесской республики следующее мероприятие. Были внесены границы 30 муниципальных образований. Из 100 муниципальных образований субъектов из 148 границ населенных пунктов внесены 130. Осталась очень маленькая цифра. По территориальным зонам тоже продвинулись. Можно сказать, что более 50 границ территориальных зон были поставлены на учет и внесена вся информация, введена в государственный реестр недвижимости. По реализации 518 федерального закона можно сказать, что управлением совместно с органами местного самоуправления, с органами государственной власти нашего субъекта тоже проведена большая работа. Если мы будем говорить о цифрах, можно сказать, что более 50 тысяч объектов ранее возникших прав уже поставлены сегодня и права зарегистрированы. Более тысячи ранее ученых объектов в недвижимости также внесены. И с учета снято более двух тысяч объектов по субъекту нашему. Ученики начальных классов школ Карача-Чикеси и дети участников спецоперации станут обладателями новогодних гостинцев от главы Республики Рашида Темрезова. Подарки получат около 27 тысяч детей. Это учащиеся с нулевого по четвертые классы из всех городов и районов Республики. Кроме того, дети в возрасте до 14 лет, родители которых принимают участие в спецоперации, будут приглашены на новогоднюю елку главы Карача-Чикеси. Они также получат сладкие подарки от руководителя региона. В преддверии новогодних праздников в Карача-Чикеси также пройдет праздник для 600 ребят, добившихся значительных успехов в учебе, спорте и творчестве. Радио России. Карачаево-Чикесия. Погода. Субтитры предоставил DimaTorzok На этом новостной блок завершен. Его управила Рита Нирова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Чикесия. До новых встреч!